Очень много было заявлено в нашей программе. Мы не сможем все охватить за две встречи. Огромные темы были описаны так вкратце. Конечно, в наше время мы хотим все быстро, научить у нас мало времени, мы будем ускорить процесс, ускорить на чтение, ускорить на обучение, ускорить на знание языков. Но в этом случае, в данном случае, речь идет об углублении личности. То есть мы будем иметь всю жизнь, делать с самим собой. Здесь тратиться некуда как раз. Как раз здесь нужно идти вглубь. Мы всю жизнь будем иметь дело с очень близкими людьми. Это может быть муж, жена, дети. Это пожизненная будет наша связь. Здесь нет причины что-то менять, что-то преобразовать, углублять, изучать друг друга вглубь. Иногда мы видим, что мы надоедаем друг другу, уже знаем друг друга. Все обычно, обыденно. Процесс наш остановился. И вот эта остановка вызывает у нас беспокойство, тревогу. Где же счастье как-то в жизни проходит. Я не чувствую остроты жизни. Но в каждом из нас, в глубине, если честно сказать, границ нет. Так и говорится. То есть границ возможностям человеческим не существует. Почему? Потому что он может быть связан с безграничным. Сам по себе я маленький, конечно же, незначительный с точки зрения творения всего и живых существ. Я лишь одно из живых существ на этой планете. Таких планет, как пыль и воздухе, и там тоже много живых существ. В таком случае, веды утверждают, что все населено вокруг. Ученые не все могут видеть. Они вот нашли черную дуру недавно. Сфотографировали. Но далеко не все можно сфотографировать. То, что мы видим глазами, через телескопы, микроскопы, это лишь совершенно незначительная часть мироздания. Ничтожная. Практически ничего не видим с этой точки зрения. Большинство вещей за пределами нашего зрения и ощущений. То есть мы вот в человеческом царстве живем. У нас есть своя конкретная маленькая задача. Маленькая-маленькая задача. Полюбить ближнего, как себя самого хотя бы. А, видите. Вот как это сделать. И вход в эти другие области восприятия именно через эти вот заповеди идут. Не через то, что мы делаем мощные телескопы или микроскопы. И разлагаем материю. Она и так разлагается. Она и так распадается. Весь мир будет разрушен до основания в свое время. Аннигиляция будет полная. Снова будет созидание. И снова будет новая попытка осмысления в человеческой форме жизни. И ниже миллионы форм жизни, ниже человека. И так же есть выше форма жизни человеческой. И существует эволюция. И мы здесь вот сейчас на такой ступени находимся. На земном уровне. Где как вокзал, перекресток, дорог. Вот этих путей. Вверх и вниз. И влево и вправо. Отсюда мы идем кто куда. Мы видим, что тут интересы людей. Разные цели. Разные характеры. Качества. Разные. Очень-очень разные люди. И злые, и добрые. Все в перемешку. То есть пути здесь перекрещиваются. Вот это земной уровень. И сейчас время сложное с точки зрения порядка какого-то. Или традиции. Все смешано. Традиции смешались. Религии смешались. В этом разнообразии тут трудно найти, как же это все объединить. Сложно нам сейчас единство сохранять. Цельность внутри себя, в семье, в обществе, в мире тем более. И это время было предопределено. Но, если вы изучали древние веды, классику источники, там есть пророчества. То есть веды были записаны примерно чуть более пяти тысяч лет назад на санскрите. До этого они передавались из устно. Была устная традиция, не требовала записей веды. Их можно сжать, если разум позволяет. Если не позволяет, нужно расширить. Ну, как бы разжевать или растолковать, говорят, прокомментировать. Тогда объем увеличивается. А суть веды укладывается в четыре стиха всего на санскрите. Я потом в конце расскажу об этих четырех стихах. Но это такая сжатая сутра. И веды, они пророчествуют о нашем времени так же. Если вы возьмете двенадцатую песню Боговата Пураны. Вот по этому названию сможете найти. Это Шрима Адбхага, там двенадцатая песня. Там есть пророчества о нынешней эпохе. Все признаки этой эпохи описываются там. Но я сегодня расскажу притчу об этом небольшую. Потому что долг царей праведных был, одна из их обязанностей, видеть будущее. То есть там говорится, что царь не может видеть сквозь время, не может понять прошлое, настоящее, будущее, он не сможет управлять. Или как говорил Воланд, Воланд говорил, помните, хотя бы на тысячу лет мы должны иметь какой-то план. Ну, на ближайшие хотя бы тысячу лет, он говорит. Значит, как вы сможете управлять? Ну, вот это вот отклик находит. Веда говорит, да, что царь должен был видеть, вот глазами этих писаний, вед, мудрецов и пророков также, и самок должен иметь такое видение. И был такой царь Ютиштира, вы знаете, это имя из Махабхарата, если вы смотрели сериал Махабхарата. Ютиштира – это ключевая фигура там, из пятерых братьев пандовов. Он главный, старший. И он представитель тхармы. Это считается, что выше этого царя в качествах не было в истории планеты. Описывается, что первый царь на планете был Икшваку. Он был потомок Манну, прародитель людей непосредственно. И от него пошла династия. Две династии – солнечные и лунные были. Затем одна династия была утрачена, нужно было восстанавливать эту традицию. То есть цари эти знания передавали, поддерживали в обществе. Эвам, Парампара, Праптам, Имам, Раджарши ее ведут. То есть цари праведные, первые получали духовные знания, которые передавались потом по наследству. Династия, скажем так, цари. И вот среди всех царей считается Ютиштира самая яркая фигура Махабхараты. Из-за него произошла эта война на Курукшетре, чтобы установить его на престол. Но это было прямо на стыке двух эпох Юг. Есть четыре эпохи циклирующие. Это великие вселенские промежутки времени. Сатия, Трета, два пара Кали. Кали Юги – это Юги. Сатия – это Золотой Век. Трета – Серебряный Век. Два пара – это Бронзовый Век. И Кали – Железный Век. Эпохи сокращаются на одну четверть. И вместе с этим сокращается и жизнь людей на планете тоже на одну четверть. Сейчас наш срок жизни, ну, сто лет мы говорим формально. Может быть, кто-то доживает. Но большинство не доживает до сто лет. Хотя сейчас я вижу больше и больше примеров. Где-то уже за 80 людей. Как-то вот срок жизни, что ли, увеличивается немножко, с одной стороны. С другой стороны, больше болезней. И также много молодых людей умирает. Сложно сейчас сказать, кто победит. Вот сейчас такое вот противостояние такое. Борьба идет. Добра и зла особо, особо остро происходит. И в эпоху Кали люди живут сто лет, но так принято в предыдущую эпоху. Тысячи лет они жили, век. На Курукшетре описывается возраст этих воинов, витязей великих. Самому старшему было 900, около 900 лет. Это был самый великий воин, Пхишмадев, который не проиграл ни одно сражение за всю жизнь. А воин воюет постоянно с кем-то. Не проигрывал ни одно сражение. Было около 900 лет. Кришне было тогда 125 лет. Многим было там по 300, по 400. Ну, это было два пара юга. Трета юга, предыдущая, люди жили 10 тысяч лет. То есть они могли медитировать сотни лет, посвящали йоге, прежде чем вступить в жизнь. То есть у них было больше времени. Другая божественная сила, другая немножко природа. Выглядела по-другому природа, которую мы сейчас наблюдаем. Деревья были немножко повыше, немножко, мягко говоря. Реки были другие. Океаны имели немножко другие глубины. Планета ее функционировала немножко сильнее. То есть могущественнее были силы природы. И сатя юга. Люди жили до 100 тысяч лет. Тоже природа напоминала высшую планету. Эта планета напоминала. Легко общались с другими планетами, без технических средств, мистически. Люди были оснащены. Слух необходим был. Они могли регулировать волны своего уха и слышать в разных измерениях. И есть примеры тому из Махабхарата, из Пуран. Они могли общаться с жителями на их планет. Также из низших планет тоже сюда проникали, чтобы вмешаться в эту жизнь. Это все описывается в Пуранах. Какая жизнь была в то время. Необычная. Состав воздуха был другим. Но некоторые также археологические находки подтверждают. Это в капле янтаря изучались. Капли воздуха, пузырьки воздуха. Потом какие растения были окаменевшие того времени. Сейчас аналогов таких нет. Какие животные были. Земноводные того времени гиганты. Сейчас таких аналогов нет. То есть природа имела другой вообще вид совершенно. И люди почти что были как бессмертны. Потому что болезней не было. Жизненная сила была такова, что они практически не болели. Как мы говорим, иммунная система это жизненная сила. Прана в теле. Прана была в воздухе, солнце повсюду. Но с течением времени это вот как-то все меняется. И внешняя среда, и человек меняется, срок жизни. И он слабеет, и физически, и ментально. И память слабеет, записаны веды были. Также аюрведа приложилась позже, медицина. Раньше в этом не было необходимости. Люди имели свой необходимый разум. К врачам не ходили. Сейчас мы живем неправильно. Может быть болеем и не понимаем почему. Не можем понять, в чем мы ошибаемся. Что я делаю не так. Не чувствуем этого. В себе причины не можем найти. Думаем, ну несчастный случай. Все случайно для нас. Вот сейчас вот это слово случайно, очень частное. Говорим, вот заболел. Почему? Ну не знаю, просто заболел, но случайно. Простудился где-то. Потом выясняется, нет, у тебя питание неправильно. Образ мысли неправильный. Причину в себе ищи. А я не понимаю этих вещей вообще. О чем вы говорите? Какая-то мистика вообще. Что, если я сейчас хорошо подумаю, выздоровлю что ли? Человеку очень так вот мысли, странно. И вчера задавали вопрос о раке, допустим, но атмосфера пока не позволяет противостоять этой напасти в мире целиком. То есть сейчас это вопрос глобального масштаба, не индивидуального масштаба. Также и касается других болезней. Еще кроме рака есть более опасные болезни. Это психические сейчас идут проблемы. Они опасны тем, что человек вообще не понимает, что это болезнь. Он считает себя вполне нормальным человеком. И сейчас это больше и больше распространяется. Фобии распространяются, обиженность, это дистрессы, депрессивность, уязвимость. И люди при этом думают, что они абсолютно здоровы и правы. Вот это более сложная проблема. Когда человек признает, что он больной, его можно лечить. Но когда он думает, что он здоров при этом, как вы вылечите его? Если человек спит, его не трудно разбудить. А если притворяется спящим, не разбудите никогда. И вот называется безумие эта болезнь. Век калия – это признаки безумия у человека. Буквально мудрецы прошлого говорят, если человек отождествляет себя с этим комком плоти, это безумие. Буквально вот так говорят. Но это в прошлом так люди ясно мыслили. Сейчас мы скажем, ну простите, сейчас все себя отождествляют с телом. Ну что ж, все безумные что ли? У нас же еще большинство нас, понимаете, стало таких людей. А большинству мы и доверяем сейчас. И вот эта притча о Ют-Иштире. Это история историческая. Ют-Иштира предвидел Кали-югу. На стыке этих юг он оставил царство. Он отказался. Он понял, что больше не нужны будут праведные цари. Он видел, что его потомок следующий будет Парикшит. Следующий его сын Джан Миджай. И на этом кончится династия праведных царей. Так оно и случилось. Это все в ведах описывается. Их царство не только как заканчивалось. Два пара Юга, как наступил век Кали. Для века Кали праведные цари не приходят. Больше сейчас какая-то демократия, там с автократией сочетается. Мы не знаем, как консерваторы, либералы. Сейчас мы запутались в этих вещах, в политике. И никто не знает, как устроить все должным образом, чтобы собственность распределялась правильно. Это главная проблема руководства. Капиталисты наживаются, коммунисты потом все отбирают. Но те, кто отобрал, становятся потом снова капиталистом. И тогда те коммунисты уже отбирают. Вот эти, но это капиталисты. И вот все это вращается, и непонятно, что делать с собственностью. А поэтому мудрецы говорили, тот из себя отрисляя скомком плоти и собственностью, безумец. Он будет капиталистом, коммунистом, капиталистом, коммунистом. Войны будут бессмысленные. Бессмысленные войны начнется. В которых нет ни праведности, ни героизма, а просто бойни будут происходить человеческие. И будут также бойни для животных открываться, чтобы поедать их плоть. И очень трудно будет выращивать урожай. Будет много сорной травы, будет много паразитов. Очень много труда потребуется, чтобы просто кусок хлеба добыть. А в другие эпохи люди вообще не трудились. Они медитировали. Природа давала все необходимое. Сатва преобладала. Не было эти растения, они были сильные из тамагуны. Каждое растение что-то давало человеку само. Все необходимое давало природе. Драгоценные камни, они сыпались, говорится, прямо с гор, россыпями наружу. А сейчас железный век. Железа у нас много добывается. Золота меньше. Драгоценные камни нужно подделывать. Из пластика делать. Видите, эта юга сменилась, и все ценности ушли вглубь земли, вглубь. А наружу другие элементы. То есть, то, что было внутри, выходит наружу. То, что снаружи, внутрь. Да, эти археологи, или как они называются, которые планету изучают, такую структуру, об этом тоже говорят, что этот северный полюс, этот хребет Ломоносова называется, он сейчас на дне Северно-Лидового океана, а когда это была плодородная земля. Теперь это дно океана. Также Анды, где-то в Америке, также, и мы видим в горах, находим эти раковины морские остатки, а где-то наоборот, на дне морском, видим города затопленные. То есть, происходит такая постоянная трансформация. Эпохи, юги, меняются, качество планеты меняется, воздух, жизненная сила, отношения, все меняется. И вот И-4 принимал посетителей в определенное время, как император. Ну, недовольные же люди есть, какие-то проблемы всегда бывают, как не управляй. Поэтому, есть определенные часы, приемные, заходите. Лично царь будет принимать участие в решении ваших сложных вопросов в жизни. Его младший брат Пима Сенов, вы знаете, он самый сильный человек был, планеты считался, был секретарем. И в И-4, чтобы решать проблемы, сидел в тронном зале один. Сидел на троне, прикрыв глаза в медитации, в равновесии. Если вы хотите решать конфликты, вы должны быть неуязвимы. Как судья, если он решает, кто прав, кто виноват, он должен быть беспристрастным. Чтобы быть беспристрастным, нужно контролировать ум и чувства. И в И-4 сидел, держал ум и чувства под контролем, ждал проблемных посетителей. То есть врач должен быть в нормальной форме, чтобы решать проблемы. А Пима Сенов был секретарем, он принимал людей, спрашивал, с каким вопросом. И пришел первый посетитель. Мне нужно к императору. А что у вас за вопрос? Вы знаете, что-то странное происходит в царстве. Я раньше такого не наблюдал. Так что конкретно? Но у меня есть огород. Ну, кусок земли, его возделываю. Ну, как у всех. Я сделал забор, оградил его. Это моя земля. Законная. Но каждый день я прихожу туда и замечаю, понимаете, я замечаю, что забор, как бы площадь крадет, уменьшает мое владение, сужает. Я ничего не могу понять, что за явление. Я тоже не могу понять. Сказал Пима Сенов, ну идите к Ю-Т-4. Он мудрый, он там в медитации, он, наверное, знает, что происходит, что за явление. Может, мистика какая, может быть, влияние какое-то другое. И человек вошел в тронный зал. И тишина. И тут же, минуты позже, другой посетитель переходит в зал, он говорит, мне нужно срочно к царю. Ну, а что? Какая-то странность, говорит. Раньше такого не было. А что случилось-то? Ну, я в воду развожу. В нужные места я развожу воду. И вот я разливаю эту воду в емкости, чтобы развести. И я запознатил что-то недоброе. Я понял, что объем как-то вроде меняется. Я снова слил, чтобы проверить обратно в большую емкость. И увидел, что почти в два раза меньше воды остается. Это очень интересно. Я слил еще раз, сразлил по емкостям. Снова слил обратно в емкость. И еще меньше вода исчезает. Что происходит в царстве? Что-то с законами физики или что? О, Боже мой, что у вас за проблемы? И дети к этой штире. Второй человек вошел в тронный зал, и тишина. Немного позже третий человек приходит. Говорит, у меня серьезная проблема, нужна к царю. Что у вас? Да вот еду на слоне недавно. Впереди забор большой вижу. И дыра огромная. Огромная. И вот слон-то проходит вместе со мной, а хвост застрял. Не знаете, что это было? Как это слон проходит, а хвост застрял? Да, застрял. Вы уверены? Да, так было. Вот я и пришел с проблемой к царю. Не шутка. О, Боже мой, не знаю, что происходит. Иди к царю сам. Разбирайся там. Пусть и ты, что ты разбирается. Что за день сумасшедший? И еще позже четвертый человек появился. Говорит, я вообще пришлый, не местный. Ваш город пришел из другого царства. Но я хочу сразу к царю решить эту проблему. Что когда я подходил к вашему царству, я увидел одну гору. Недалеко от вашего города. Эта гора была огромная и безжизненная. Я никогда такого не видел. Там просто были какие-то голые камни и ни травинки вообще не было. Ни одного живого существа. Ни даже насекомых. Я был очень поражен. Подошел ближе. Я такого не видел, чтобы что-то было безжизненное. И одна колючка какая-то полусухая торчала из этой горы. Я просто взял и дернул. И гора исчезла полностью. Вы не знаете, что происходит? Что это было? Недалеко от вашего города. О, Боже мой, нет. Я не знаю. Идите вы, если к Ютиштира. Идите туда. Они все там, как бы. Но там тишина. И Фимасиан не понимает, что там происходит. Он открывает дверь. Заглядывает. Ютиштира сидит на троне невозмутимый, сияющий. И никого нет. Ютиштира. У меня проблема. Вопрос к тебе. Что происходит? А что происходит? Что ты имеешь в виду? А где те четверо, которые вошли к тебе? Какие четверо? Никого не было? Ба! Я сам встретил этих четырех человек с проблемами. Они все у меня рассказали. Я их послал к тебе. И никого не было? Никого не было. Пьем оседой. Не уходи. Иди сюда. И ты сейчас стал что-то чувствовать. Стали дергаться какие-то там у него признаки веки, мышцы. Он по этим признакам понимал, что должно быть. Будущее. Это царь. Он должен видеть сны, как в Библии написано. Он должен понимать будущее, готовиться к этому. Он должен предвидеть события. И он сказал, тут что-то серьезное. Пьема, иди сюда, садись, рассказывай, что ты видел. Кто был? Ну, были люди, и вот проблемы. Какие проблемы? Один сказал, что у него огород ущемляет его, землю. Другой сказал, что... А что это за огород? Кстати говоря, спросил Фима Северна. Что он имел, ты не знаешь? Как понять вообще эту проблему? Фима Северна, это серьезный вопрос. Эти видения были, эти фантомы были, это предвестники века калии. Так что означает это огород с землей? Это означает, что забор, это закон, который охраняет собственность человека. Век калии, закон будет ущемлять собственность человека. И вот и штира, ты что такое говоришь? Не может быть такого. Закон, ущемлять права человека, не бывает такого. Фима Северна в калиюгу так будет. Это будет естественно. Это станет необходимостью. Люди не смогут по-другому выжить. Налоги будут слишком большие. Почему? А почему так? Непонятно. Как такое может быть? Разве такое может быть? И где логика? Почему так должно быть? А такие будут отношения, будет столько много вражды. И на вооружение будут уходить огромные средства. Поэтому так будет происходить. Столько будет энергии тратиться, видите, просто на оборону. А второй человек? А второй человек, это другой фантом. Предвестник калии. Это они дают нам предупреждение. Это видение свыше. К какому времени готовиться? Он разливает эту воду в различные емкости. Это все члены его семьи. А вода это их жизнь. Отец заботится о своих родственниках и детях. Но что он получает взамен? Все меньше, меньше и меньше. Фима Северна век калии люди перестанут заботиться о своих родителях. И вот ты, Штира, как такое может быть? Этого не может быть. Не говори такие вещи. Век калии так будет. Они станут неспособны поддерживать своих престарелых родителей. Какой ужас, что за время. Как такое может быть? Сейчас мы видим, что государство заботится о пенсиях. Это не забота государства должна быть. Это забота детей должна быть. Это наши семейные традиции. Вот как в этой притче. Мы неспособны становимся поддерживать своих родственников. Более того, семьи чаще всего распадаются в разные стороны. Вместе жить не могут. Нет больше там махаля, знаете, как вот в Узбекистане. Существуют целые кварталы родственников, где они дружно живут. Там они свадьбы вместе, проблемы вместе решают. То есть это целые сообщества родственников, которые помогают друг другу. Сильные сообщества. Там свои законы у них, по которым они живут, свои правила, там своя дисциплина, своя культура удерживается. Век калия это все будет распадаться в разные стороны. Люди будут жить в разных местах, в разных квартирах. Мечтать жить отдельно друг от друга, потому что отношения будут сложнее, сложнее, сложнее. Друг не будут понимать друг друга. А этот слон и забор, и слон прошел в эту дуру, а хвост его застрял. И ты че говоришь, что это за фантом? Пхимасена, слушай, только не пугайся. Забор и дыра в нем. Это закон. Век калия. Большой вор свободно проходит сквозь закон безнаказанно. А маленький вор застревает. Маленького вора наказывают, большого вора не накажут. И вот ты штира. Как тебе такое в голову пришло? Это противоречит всякой логике, здравом смысле. Ну как такое может быть, что большого вора не наказали, а маленького наказали? Ну как? Вы вспомните этот исторический случай с Македонским, который поймал одного вора. Что-то там воровал. Мелочь какую-то. Не хотел казнить его. Но этот смелый человек оказался. Я сказал Македонскому, а в чем разница между тобой и мной? Ты большой вор, а я маленький вор. Он рассмеялся, сказал, он прав, отпустите его. Я действительно тоже вор, что я тут. Приезжаю, захватываю и забираю все. Царство целое. Я делаю то же самое в большом масштабе. Но я герой, видите, в истории. Я завоеватель, герой. А он преступник. Это век калия. Ты запомнил этих людей, эти фантомы? Сказал, спросил 2004. Запомнил. Этих людей нужно изловить. Вот те типы людей, которые ты запомнил. И в тюрьму посадить. Их нужно изолировать. Вот таких людей? Да, сказал 2004. Почему? А в чем их опасность? Они же пришли честно рассказать о проблемах. И ты же сказал, нет, это ловушка. Смотри, Пхимасеевна внимательно. Они принесли проблемы. Но они не выслушали ответов. Их не было на ответах. Они говорят только о проблемах. А когда говорят решения, их нет. Это ловушка. Пхимасеевна. Эти люди должны быть наказаны, которые говорят на проблемы, 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 проблемы. А решения слушать не хотят. Они вопросы поднимают, а ответы не принимают. Они ускоряют век калия. Они все служат деградации века калия. Там еще был четвертый человек, Пхимасеевна. Он видел эту безжизненную гору и эту единственную колючку. Он дернул за эту колючку, гора исчезла. Что это было? Это хороший человек. Это единственный хороший человек. Вот он все правильно понимает. Вот этому человеку нужно следовать. Это безжизненная гора. Это творение века калия. То, что люди создадут, не удлинит их жизнь. Их работа и труд, их творчество будет просто медленное умирание, истощение жизненной силы и разочарование. Даже великие творческие люди будут умирать в разочаровании век калии. Они будут строить искусственные города, искусственные здания, где будет искусственное растение, будет искусственное освещение, будут машины освещать. Все, много будет машин. Это безжизненная гора, где человек будет чувствовать себя одиноко и все более и более несчастным. И только одна колючка кажется такая сухая, понимаете, невзрачная. Но если вы ей воспользуетесь, этот фантом исчезнет. Вы живете. Это единственное средство века калия. Он сказал, воспевание имен Бога. Как только вы начинаете, иллюзия рассеивается. Иллюзия подобна сну. Что только не снится. Вы представляете, что нам все это снится. Вот эти ужасы иногда, которые мы с информацией встречаем. Или вот это непредсказуемое явление сейчас в социальном мире. Мы надеемся. А вы представляете, что нам это все снится. И вдруг просыпаетесь. И в одно мгновение вы видите совершенно другую картину. Вы видите себя, какой есть на самом деле. Иллюзия рассеивается. И вы точно знаете, что это за время настоящее, что было в прошлом. И что будет в будущем. Должны научиться видеть. Не верить просто в эти иллюзии. Особенно в виртуальную реальность. Мне показали последнюю, одно из последних достижений виртуальной реальности. Принесли такая маска есть. Ну как подводная маска такая же вот есть. Для подводного плавания. Только там, конечно, не стекло. Экран перед вашими глазами плотно одевается. И моделируются там уже какие-то программы. Вот вы прямо в матрице оказываетесь, в объеме. Все, вы смотрите вот так. Вот я бы мог все это моделировать, наверное, там. Вот здесь этот зал. Все, все, что здесь есть. Полы, узор. Все детали можно создать. Ну тела нет, ног вы своих не видите, пока еще не научились. Ну сделаю это. Многи какие надо. Хорошие ноги какие. На любой вкус. Можно себе руки там создать гигантские, знаете, и стать там монстром, или стать женщиной, или мужчиной. Я думаю, там моделировать можно, скоро будет очень много. И я оказался под водой, помню. И вот потом меня снимали на камеру, и потом показывали мне, как я себя веду. Как сумасшедший. Я в комнате, я на что-то реагирую, я что-то там вижу, понимаете. Ну человек с ума сошел. Это виртуальная реальность. Я видел там дельфинов, акул, которые плавали. И, конечно, я стал немножко остерегаться. Мало ли в этом, что запрограммировано. Не откусит ли мне ничего не по программе. То есть как-то вот сразу, знаете, ощущение. Реалистичное ощущение. Это то, что векалий создает, но это безжизненно все. Это просто поверхностное ощущение. Разум там не нужен. Как одно из недавних событий, ребенок из интереса убил свою маму ножом, чтобы посмотреть, как люди умирают. Потому что у него в играх много раз можно было убивать и воссоздавать. Убивать, воссоздавать. Ну вот сейчас я ее маму убью, посмотрю, а потом она оживет же. Вот он виртуальную реальность просто потерял разум. Человеком безумцем стал. Это вот недостаток виртуальной реальности. Там разум не нужен. Нужно только наслаждаться и все. Спокойным можно быть. Безопасно. Там нет последствий. Можно кого-то убить. Вас не осудят. Полиция не придет. Можно делать еще что-то. Только можно изнасиловать кого-то, если хотите. Может, такую программу. То же самое. Наслаждение есть, ответственности нет. Видите, куда сейчас идет человеческий разум. И, по сути дела, это не разум. Это разум на поводу. То есть поводырь другой. Разум – это божественная природа. Как говорится? Разум – это бог, есть пословица английская. Он божественная природа. Он может осознавать высшую реальность. А вот на поводу идет, когда разум, то впереди органы чувств. И самый сильный орган чувств – тактильное сексуальное чувство. И сейчас за этим вот чувством идет разум человеческий. Всей цивилизации. Все, чтобы мы не создали, все к сексуальному наслаждению сводится. Уже и однополые, и двуполые, и трехполые, и какие-то такие уже. Комбинируется как угодно. Все одна и та же тема. Это сила гениталиев. Мощная. Вчера, когда я вышел из этого зала, был вопрос. Девушка спросила, откуда берется это вожделение? Которое является главной причиной деградации. Если его отпустить на волю, это животное, оно наделает делов. Откуда оно берется? Вот, посмотрите, есть молоко. У нас есть тут ферма молочная, там очень хорошее молоко. Это реклама, пауза, минутная пауза рекламная. Очень хорошее молоко, масло, сметана, сливки и так далее. И я, конечно, люблю, потому что там коровы защищенные. Это коровы, которые не будут тубойные. Эти коров никогда не убьют, у них особое молоко. Можете попробовать. Это реклама. И вот молоко мне принесли. И молоко имеет свой вкус, свои свойства, известные. Как оно становится простокваший, вопрос. И почему? Почему оно трансформируется? Вообще-то есть любовь к Богу, говорится, изначально. А откуда вожделение? Откуда вот называемая такая похоть? А что такое похоть? В гейте говорится, вопрос ставится. Это что за сила, которая толкает меня к греху помимо моей воли? Я даже знаю, что это плохо. И тем не менее я сделаю это. Что это за сила такая? Это вожделение. Откуда это берется такой монстр? Непреодолимый. Если мы видим где-то вожделение, автоматически мы хотим делать то же самое. Разум отключается сразу, расслепляется. Мгновенно. Что за сила такая? Отключает рассудок. То есть Бога в моем храме есть Бог, разум мой. Божественная сила отключается на это время. Иконы отворачиваются, алтари закрываются. И начинается что-то другое. И если к молоку добавить тамаринт, ну здесь добавляют кислоту. Может быть лимонную кислоту, чтобы створожить это молоко. Вот видите, соприкосновение с кислотой. Это же молоко меняет качество. Это уже не молоко. Совершенно другое качество. Это простокваш или йогурт. Все, скисшее молоко. Из него можно сделать творог. Там уже сыворотка, все отделяется, все непредсказуемо. Смотрите. Неожиданность, переворачивание, это как чудо. Надо же. Продукт превращается на глазах, створаживается. Вот этот пример. Как только эта чистая любовь к Богу соприкасается с гунной страсти в этом мире, как с кислотой, трансформируется, удивительным образом, в вожделение. Такой же силы, только в другую сторону. То есть, любовь к Богу означает полная самоотдача в радости, в любви, в благодарности. Вот это полное открытие личности. А вожделение означает все для себя, никому. Патриотизм называется. Настоящий патриотизм он по-другому. Сейчас люди хотят быть патриотами, нужно понять. С ним и патриоты только для себя, это не патриотизм. Или только для своей семьи, только для своей страны. Нет, патриот это понятие очень широкое, общечеловеческое. Все люди должны быть патриотами человечества. По меньшей мере. А все остальное влияние, кама, вожделение, трансформирует эту любовь бескорыстную и всеобъемлющую во что-то личное, сугубо индивидуальное, эгоистичное. Это называется кама, вожделение. И чем сильнее кама, тем больше несчастья в этом мире. Поэтому праведные цари Раджа-Риши получали науку первыми, чтобы организовать мир так, чтобы отрегулировать энергию вожделения. Это главная энергия, движущая этого мира. Мужчина и женщина. А лицетворение кама, это отношение между ними. И там, где есть культура духовная, это считается цивилизованное общество. То есть кама должна быть отрегулирована здоровым образом жизни и мысли. Нельзя искусственно возбуждать сексуальные чувства человека. Он должен пребывать в большей степени в покое. И когда необходимо, он может в эти отношения войти под влиянием любви и особой цели, высшей цели. Секс не существует для развлечения. Также еда не существует для развлечения. И сон это не развлечение, и оборона это не развлечение. Но век калии, владеторские бои, развлечения, пища для развлечения, что еще я не пробовал, кого я еще не съел. Сон тоже может быть развлечением. Особенно секс это главное развлечение. Уже и так разные варианты, что только он на ум не придет. Это кама, это вожделение, кислый тамаринт. Поэтому и по причине вожделения люди не могут понимать друг друга. Вожделение требует, чтобы меня понимали прежде всего. Со мной согласились прежде всего. Вот что такое вожделение. Поэтому мы учимся слушать. Это другой процесс. Невозможно слушать человека с пониманием, с сочувствием, когда нас одолевает какая-то своя маниакальная идея. Вожделение это маниакальные уже какие-то синдромы. Когда я никого не слышу, только себя слышу. Поэтому мы учимся слушать. Первая ступень, к счастью, именно к взаимоотношениям, чтобы калию эту энергию калия ослабить. Учиться слушать друг друга, понимать друг друга, выслушивать до конца. Конечно, когда человек обижен, раздражен, много может неприятного наговорить, но вы просто должны проигнорировать эти плохие вещи и слушать дальше, дойти до позитива. Решение любой проблемы в самом человеке. А ему для этого нужно просто высказаться до этого момента, чтобы понять самому. Вот и все. Сейчас врачи пытаются понять, психологи пытаются понять, и никто нас не понимает на самом деле. Потому что тот, кто понимает в моем сердце, Бог-то в сердце, вот туда, в эту глубину совести, должен погрузиться. Как? А мне нужно общение для этого, доверительное. Я должен раскрыть сердце до конца, и сам могу быть удивлен, что в моем сердце внутри. Познать себя нужно. Поэтому в браке мы познаем себя, если слушаем друг друга, внимательно друг друга. Но если думаем только о себе, брак исчерпывает себя быстро, нам уже не интересно. Меня же не слушают и не понимают. Вот до этой черты слушают, потом уже не слушают. Когда я был ребенком, сейчас я вспоминаю психологию детей, интересную психологию детей, я мог отказаться от обеда только потому, что ложка мне не нравилась, например. Помните себя в детстве? Такое было. Или еще какая-то деталь. Просто, может быть, не с тем настроем не подали, понимаете, я все есть не хочу. Просто не хочу и все. Мы такие дети. Бывают нормальные вещи в жизни, которые нужно принять, а вот не можем принять. Мы сейчас очень как бы чувственные, чувственные, привередливые. Если мы слушаем какого-то человека, мы хотим, чтобы он говорил как мастер, оратор, чтобы он удовлетворял наши чувства, и тогда нам это нравится, и тогда мы хлопаем ему. А если он костноязычный и все же искренне говорит, ну, неинтересно, непривлекательно. Мы больше формой интересуемся, чем содержанием. Например, пророк Моисей был костноязычный. Он не мог проповедовать. Как же пророк не проповедует? Пророк не проповедует. Как это вообще можно понять такое? Вот Иисус, он проповедовал. У него была речь очень высокая. Какие он слова применял, мы до сих пор это забыть не можем. Он не давал никакой религии при этом, смотрите. Религия появилась потом, позже, после. Пророки не дают религии, а они дают путь к Богу, прокладывают дальше. Затем они приходят. Вот есть уже путь, они должны дальше из кризиса вывести. Почему? Любая религия становится формой эксплуатации со временем. И нужен пророк, чтобы продвинуть дальше эту духовность. Потому что люди же создают эти уже организации. А Иисус не создал никакие организации. Он сказал, возлюби Бога всем разумом и сердцем и душой. И ближнего, как себя самым. Все, все, все. И что же мы видим? Религии полно, а любви не хватает. Ни к Богу, ни к ближнему. Вот что люди делают. И мы называем это религией? Нет, нет, нет. Давайте вернемся изначально. Религия одна. Не то, что мы видим вот такую форму храма. А, это католическая религия. А, вот тут купола золотые православные религии. А это что? Нет, нет, нет. Одна религия. А это делает человек. А суть везде то же самое. На разных уровнях говорится абсолютно то же самое. Если мы говорим о любви, если он сказал о любви, он продвинул это сильно вперед, за что пострадал. И показал пример этого отречения, этой жертвы. Да, то наша задача с вами заинтересоваться, что же такое любовь к Богу, о которой говорится. Сейчас есть некоторые, некоторый акцент сместился. Не любовь к Богу сейчас люди изучают, а любовь к ближнему пытаются изучить. Это ошибка. Мы не можем любить ближнего и сблиться с ним, если нас не сближает внутренняя энергия, которая на самом деле все это поддержит одновременно, весь, все, все живые существа. В единстве содержит. Человек нужно осознать сначала любовь к Богу. Автоматически он будет уважать каждое живое существо, как его частичку. Это происходит автоматически. Первая заповедь, которую он дал, замещает все 10 заповедей, только две он дал, все. Это был выход из кризиса. Почему? Потому что законы Божьи уже используются для эксплуатации людей в то время. Иисус пришел, чтобы осознать от эксплуатации людей. Пророк Мухаммед пришел с той же самой миссией. От эксплуатации. Чтобы человек не доминировал над другим человеком. Ведь это же был закон силы в то время, до пророка Мухаммеда. Сильный прав. Они захватывали караван. Если ты сильнее, ты прав. Не осуждалось это. Это даже прославлялось. Пожалуйста. Если женщина слабый пол, ее эксплуатировали. Если кто-то не мог постоять за себя, в рабство. Если кто-то не защищен кланом, в рабство. Это был закон, нормально. Но пророк сказал, нет, Бог один. И все перед ним мы равны. Что мы равны? Женщины равны. Мужчины равны, оказывается. И девочек не нужно закопать в землю, когда они рождаются. Они такие же, как и мальчики. Такие же ценные. Это было все. И когда он на практике это равенство установил, это был духовный коммунизм. Что Иисус говорил, то же самое. Пьяницы и блудницы. Ближе к царству Божьему, еще вы первосвященники. Те эксплуататоры. Вы как гробы, сверху только красиво. Внутри полны нечество. Вот что он говорил. Страшные вещи он говорил вообще. И он говорил правду. И все они приносили духовное равенство. Почему? Потому что это сознание Бога. Автоматически вы это видите. Пророки это видят прекрасно. Вот что они дали. Они давали нам религию. Религия, которую человек уже создает на этой основе, она лишь успокаивает слабых людей, которые чтобы терпели. Это форма эксплуатации. Это опиум для народа. Это не Ленин сказал. Это ведическая установка. Религия век калий становится опиумом, успокоительным для народа. Которым говорят, ты просто грешный, продолжай трудиться, замаливай свои грехи и не бунтуй. Вот и все. Почему люди восстали против религии в свое время? Но никто до сих пор еще не восстал против любви к ближнему и любви к Богу. Понятно, если так все извратить, то религию взрывали, и храмы, и священников наказывали. Поэтому нужно сложное время. В каждой религии есть такие великие святые, и в то же время столько опасных вещей. Мы с вами сейчас станем настолько растерянны в этом слове «религия». Мы просто растеряемся, не знаем, как чувствовать, как это все понять. Давайте отвлечемся от этого всего. Мне не нравятся сейчас эти слова «религия». Давайте попытаемся понять главную вещь, цель и смысл любого пути. Тхарма это называется. Религия – это тхарма, это путь к Богу. Это не просто какая-то установка, которой нужно подчиниться, которая должна регулировать здесь политику в этом мире, защищать права богатых и прочее. Нет, это путь к Богу. А перед Богом все люди равны. Никто не имеет права унижать никого в этом мире, ни косноязычных, ни ораторов, ни великих, ни невеликих. Это понятия временные и выдуманные нашим пониманием жизни. Для Бога не существует таких представлений. Для Бога существует эволюция. Тот, кто богатый, в этом колесе идет вниз. Тот, кто бедный, в этом колесе идет наверх. Это вращается вечно. С вечной точки зрения нет разницы между богатым, бедным, высоким, низким, праведником и даже негодяем. С этой точки зрения разницы практически нет. Это все постоянно чертуется. Матрас, паршаш, тукаунта, яши, тошн, шука, дука, да? Этот мир буквально как сезон и года вращаются эти события. Счастье, несчастье, удача, неудача, потери, приобретение, война. Мир постоянно, 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 постоянно. Что же делать? Научись терпению и обрети знания. Так всегда будет в этом мире. Но ты должен понять, какой путь ты выбираешь в этом мире, в этом хаосе. Найди свой путь в сердце. Распознай себя. Нам нужно просто выяснить сначала, что же важно в моей жизни, самое важное, чему посвятить свою жизнь. Манасо дихо гихо джо ки чумор. Поет святой. Прежде всего, манасо, я отдаю тебе свой ум. Дихо, тело, гихо, дом. Все, что у меня есть. Ум, тело, мой дом. Отдаю тебе, нанда ки шоуру. Вот это путь жертвы любви. И как говорится во всех заповедях, высший объект любви – это безупречная личность, высшая личность Парушоттама. Поэтому мы учимся только у Бога. Мы не учимся у человека. Все люди несовершенные. Учить может только тот, кто знает об этом, что он несовершенен. Он не имеет права людям дать свое мнение. Своё понимание и даже свой опыт, какой бы он ни был богатый, он всё равно недостаточный. Человеческий, ограниченный чувствами, умом, способностями, рождением и всем остальным. Мы обусловлены обстоятельствами. Человек должен признать своё несовершенство и просто повторять слова Бога. Поэтому существует три основы. Гуру, саду, шастры. На три основы можно опираться. Гуру – это учитель, можно опираться. Саду – святой. И шастры – священные книги. Например, мы часто ездим в Индию, но когда-то я впервые поехал в Индию. Это было очень волнительно. Я как-то слышал какие-то сказки про Индию, что йоги по воде ходят, и можно это увидеть, как они сквозь стены проходят. Многое я слышал, чего Гималайи, много чудес. И тут мы едем в Индию. Что же я там увижу в Индии? Откуда я знал, что Индия существует? Там никогда не было. Первое здесь есть учебник географии, например. Шастры, книга есть. Я открываю и смотрю, вот карта мира, вот Индия, вот так она выглядит. Тут есть карта города. Все описано. Вот она, Индия. А может кто-то придумал эту карту? А вот, оказывается, люди приехали из Индии, смотрите. До меня были, я с ними разговаривал. Они говорят, да, мы были в Индии, есть этот город, были в этом городе, тут, тут были, вот еще. Есть люди, которые там были, садху. И есть гуру, разум у меня у самого. Я тоже понимаю, что должна быть Индия и другие страны. Не только Россия. Для меня это было сверхоткрытие. Когда я переехал в Индию, я открыл другое измерение жизни, как бы другую планету увидел. Прежде всего климат меня сразил, разница в климате. Потом флора, потом пища, потом люди. И мне понадобилось много лет поездок в Индию, чтобы начать понимать их менталитет. Это было не так просто, я вас уверяю. Понять, как люди мыслят, как чувствуют. Потому что это было невероятно. Все туристы это отмечали тогда. Вот трасса, там есть какая-то индийская трасса. Знаете, что такое индийская трасса? Нет, не знаете, не знаете. Там все на этой трассе. И грузовики, и легковые машины, и велосипеды, и рикши, и телеги, и верблюды. И, о, боже мой. И спят еще садху на краю, прямо на этой дороге. Ну, ровно же дорога там, удобно. Растели там, и спят. И вот тут грузовики ездят. Они абсолютно спокойные, удовлетворенные, счастливые. Нищесатку, смотрите. Счастливый человек. О чем он думает? Это понадобилось немало времени, чтобы раскусить вот этот просто их менталитет. Их, как бы, вот эту веру, их понимание жизни. Но, когда я стал изучать веды, я стал понимать больше, больше, больше. О чем люди должны думать вообще? О грузовиках должны думать или о чем? Или о количестве денег в кармане они должны... Нет. Ум не для этого предназначен, оказывается, человеческий. Мы зря обеспокоимся об этом. Нужно быть о главном. Главное – это вещь, к которой все присоединяется. Автоматически приходится. Как к магниту. Само притягивается. Главное – это наши качества. К этим качествам все остальное прикладывается самое необходимое. Как? По плодам дерево узнается? Если вы имеете плоды в своей жизни прекрасные, отбоя не будет. Сколько людей хотят иметь такие плоды? Вы будете нужны всем людям. Если вы на самом деле имеете возвышенные мысли, возвышенные слова, возвышенные поступки. Разве нам нужно будет искать работу? Если у нас есть качества необходимые разума. Если у нас есть достаточно квалификации, профессиональной, творческой, талантов, способностей. Разве мы будем брошены? Разве может быть такое? Если драгоценный камень лежит на дороге. Разве он долго пролежит на дороге драгоценный камень? Вот немедленно кто-то подберет и спрячет, возьмет. Что вы? А все остальное лежит на улице. Ведь я никому не нужно. Хожу и никому не нужен. Ни на работу меня не берут, ни замуж не берут, ни жениться не могу. Ни детям своим не нужен оказался. И весь мир плохой. Да, я просто потерял свои качества, потерял себя. Вот что случилось со мной в моей жизни. Поэтому с молоду учиться этому чести, чистоте. И хранить нужно всю жизнь. А это трудная задача, потому что есть вожделение. А вожделение продуцирует и жадность. Оно одно не бывает. Знаете, царица вожделения, она окружена фрелинами своими. Там и жадность, там и зависть. Там много всяких вещей. И с этими вещами приходится потом жить. Это Калиюга. Это жизнь век Калии. Мы не можем понять, почему так все трудно. Духовный человек сравнивается с философским камнем. Это мистический камень. Говорят, он есть. Я не видел. Говорят, он существует. На самом деле, может быть, на этой планете, может быть, где-то еще. Может, его откроют когда-нибудь алхимики. Я бы хотел увидеть его. Знаете, почему? Сберите этот камешек и касаетесь железа. Железо трансформируется в золото, превращается. Хотите такой камень? Давайте поищем вместе. Есть некоторые указания в Пуранах, что достаточно богатства на планете, но оно скрыто. И даже есть указания, где оно скрыто, это богатство. Но труднодоступные места крайние. Есть много золота на планете. Ой, горы золота. В районах Гималаев. Но это сложная задача. Под снегом, под какими-то завалами. Там много осталось в прошлых юг, с эпохи жертвоприношений. Там много осталось золота. Очень много. И в Пуранах комментаторы говорят до сих пор, по преемственности это передается, что искатели приключений современные могут попытаться в этом отоплении поработать, поискать в Гималаях. Там целые горы из золота. Так что имейте это в виду. Вот я уже дал подсказку. В Омске это крайне важно. Здесь денег меньше, да, говорят. Мне так сказали, я не знаю. Ну вот, денег меньше, золота будет больше со временем. Мы же искатели приключений. Когда мы летим через Гималайю в Индию, это удивительная картина. Вы точно перелетаете какую-то зону и попадаете в другое измерение. Прямо вот даже в полете чувствуете, как вы измерение меняете полностью, как пересекаете какую-то черту. И ум по-другому работает, и чувства уже выходят, и в Дели уже все по-другому воспринимаете. Какая-то мистика есть в Гималаях именно. Там где-то пятитысячники идут, то это море, нужно где-то час лететь над ними. И где-то вот ближе уже к Индии, южнее, там есть такие, ну я не знаю, что это за вершины, какие-то глыбы титанические. Наравне с самолетом мы их видели. Не ниже. Ну, десять тысяч метров мы летели. Три вершины я такие видел. Нет, не один Эверест, там есть что-то еще, но Эверест это гора, а тут именно глыбы, вот, просто глыбы такие гигантские, это невероятное зрелище, фантастическое зрелище там. Конечно, там очень сложно передвигаться, и даже самолеты, в общем-то, облетают это место, делают круг. Если летите из Алматы, Дели, то прямо два часа, но вы летите три часа минимум, потому что вы облетаете через Афганистан, вот так вы летите. Если напрямую сейчас не летают самолеты, турбулентность бывает очень сильная. И бывает, что если туман, вы можете столкнуться с этой горой просто, с очень высокими пиками этими. Поэтому, ну, опасное путешествие. А раньше мы летали прямо, я помню, там иногда такая была тряска, что там все молились в самолетах, и верующие, и неверующие вообще, все. Все как умели, как не умели молились. На Ил-86, помню, были, о, боже, боже. Этот четырехтурбинный аэробус Ил-86 летал тогда в Калькутту. Мы первым рельсом полетели именно этим самолетом. И мы такой турбулентности никогда не видели, вот сколько я летал на самолетах. Мы вообще не знали, как вообще самолет выдержал такое. Это Гималайя. Поэтому сейчас мы их облетаем. Там бывает турбулентность, но не такая уже. Крылья вот так вот шатаются, но это еще нормально. Вообще у самолета там до 75 градусов крылья можно отгибать. Рассчитано это. Он герметичный, его испытывают так перед вылетами. Его гнут и так, и в воду погружают, и пинают его. Прежде чем вы полетите, там с ним еще работают с этим самолетом. Так что успокойтесь, да. Техника надежная. Ненадежные пилоты только. Как выясняется большей частью, ошибки пилотов бывают. Как последний этот самолет был спасен отчасти, отчасти нет. Пилот не смог посадить самолет ровно на полосу на ручном управлении, потому что отказал автомат из-за молнии. Ударила молния, самолет выдержал, но отказал автомат, и пришлось на ручном управлении садиться, и он не смог посадить нужное место на середину полосы, скорость не сумел сбросить вовремя, и в итоге трагедия все случилось определенное. В основном это ошибки пилотов. И однажды мой знакомый, он духовный учитель, ученик правопады, путешествовал по России в 90-х годах, еще в 90-х годах. И он был в одежде саньяся монаха. С ним был русский переводчик, ученик, и пилоты захотели познакомиться с ним, с иностранцем, духовным учителем, было интересно, пригласили в кабину, в рубку. Вот он пришел, они там шампанское пьют. Он был в шоке, говорит, там пилоты пьют спиртное, говорят, в России. Там в полете, понимаете, они пьяные, потом летят. Вот это колеюга, техника прекрасная, и мы верим в технику, а что там с людьми происходит. Другой случай, это Франция была, да, я не помню. В Европе самолет разбился, потому что пилот сошел с ума просто. Не успели его протестировать, но он просто сошел с ума и сделал суицид. И погиб. Врезался в гору, да, что-то там такое случилось. Ну, ошибка. Проблема была в людях. Сейчас в людях главная проблема. Сейчас техника надежнее даже, чем люди. Так делается. Технике больше уделяется внимания, чем человеку. Сейчас машина бывает ценнее человека. А все нужно поставить все наоборот. Все сейчас наше внимание перевести на себя, на свою личность, на близких людей. И нужно понять через них присутствие Бога в сердце каждого. Вот в чем задача. Не думайте, что это как эта мистификация, непрактично. Это очень практично. Эта энергия совести, она развивается как семя. Если посадить семечко и ухаживать за ним, оно само растет. Это не что-то сверхъестественное. Это абсолютно естественная вещь. Любовь к Богу, древнее сердце каждого живого существа есть уже там. Оно трансформировано в вожделение, но его можно обратно трансформировать в чистую любовь к Богу. Это совершенно для нас естественное состояние. И это несложно, на самом деле это несложно. Это может быть трудно с точки зрения привычек. Да. Но если мы встречаем дорогого человека, наши привычки меняются автоматически. Возьмите любую женщину. Исправить ее нет никакой возможности, пока она не влюбится в кого-то. И она может стать любовью для этого человека, какой угодно. Это такая мощь становится. Если у нее есть ребенок, она что угодно сделает с собой и с кем угодно. Она может меняться как угодно и что угодно, если там есть любовь. Вот это сила. Так же взять героев мужчин. То же самое. Если есть любовь к родине, к Богу и прочее. Могущественное становится. Это естественно. Присутствие любви, ценности, это совершенно естественный процесс. Но как мне сказал один человек, я его спросил, ты любил когда-нибудь кого-нибудь? Он стал думать долго. Он моего возраста, чуть старше. Он говорит, похоже нет, никого не любил я. Я говорю, ну так не бывает. Ну отца, ну говорит, уважал. Уважал, говорит, ну не назову это любовью. Ну мать, сын, мать обычно любит сильно. Говорит, нет, с матерью мы ругались всю жизнь. Она меня с ума сводила вообще. Ну уважал как родитель. Ну брат у тебя там еще есть? Да, с братом вообще разные люди. Никого. Ну ты женат был? Ну немножко, говорит, был женат, чуть-чуть. Чуть-чуть женат, чуть-чуть не женат, непонятно, что это там было. Говорит, а что была любовь? Говорит, нет. Просто потребность была. Говорит, ну хоть кошку любил кому-нибудь или собаку в детстве? Говорит, о, любил, говорит, кошку. Точно. Вспомнил. Была любовь. Все равно что-то было, какой-то живой существо. Что было для него дорогим? Говорит, когда-то была кошка, которую я любил, как живое существо. У меня была собачка. Как вот к любви относиться, знаете, интересный момент. У меня был урок еще в детстве с этим, серьезный, сильный урок. Отец подарил. А я учился в каком-то классе, уже был мальчишка, бегал, знаете, там повсюду, там играл. Уже полон энергии, так сказать, энтузиазма и оптимизма к жизни. Любил природу. Это свободное детство, школа. И щенка принес черненького с белой грудкой. Три месяца от роду. Чистопородная лайка. Это северная такая порода, закрученный хвост, они такая пушистостная, целушу, острые, очень умные собаки. Она меня понимала просто с полуслова. Я сам удивлялся. Мы с ней были как друзья ближайшие. Она меня понимала. Я ее понимал. Как только она утром пробуждалась, она сразу бежала ко мне и в кровать запрыгивала тут же. Все. Друзья, не разлили вода. Она без меня жить не могла. Потому что я ее защищал, оберегал. От матери оберегал тоже. Потому что мать с ней строго. Она там на гаде, там еще что-нибудь. Собака в доме. Я ее был защитником. Все. Я ей был там и отцом, и матерью для нее. Все. В общем, я в нее влюбился страшно. Она и у меня страшно. Жить друг с другом не могли даже. Вот в школе даже сижу и думаю, как она там. А она про меня думает, как он там учится вообще. Я прям чувствовал, понимаете, эту связь. Вот если ей плохо, мне тоже плохо. Если я что-то ем, я обязательно ей что-то дам. Тоже что я ем. Обязательно их вместе. И гуляли. Она вся моя команда выполняла. Боже мой, ну все. И тут мы должны были уехать всей семьей на материк на целое лето. Ну, мы на острове жили. Материк так называли. Сахалин. Север. И мы должны были приехать на юг, там, и лето какое-то провести на юге с фруктами, там, как родители заботились о нашем здоровье. А куда собаку девать? Ну, тетка жила в поселке. Где-то в часе езды от нашего города на автобусе. Мать говорит, бери эту альфу свою и вези к тетке на лето. Ну, я простосердечно взял ее, поехал с ней, не подозревая, что будет вообще. Не понимая, что я делаю. Я приехал, у них там уже есть собака, вот они там будут вместе, я ее туда во двор пускаю. Тетка меня там приняла, чем-то накормила, ну, все, я должен ехать обратно. И она мне говорит, ты только на глазах в нее не уходи, сейчас ее и возьмут в комнату, а ты просто выйдешь и быстренько уходи отсюда. Потому что она еще щенок, она тебе привязана, она будет сильно переживать. Я думал, да, она говорит, да, она все поймет. Говорю, ужас какой-то. Я быстренько, быстренько, я говорю, чувствую, что это недоброе. Сбежал оттуда, просто сбежал тихонько на автобусную остановку. Я прибежал где-то метров 200-300. Я говорю, страшный плач. Я до сих пор это помню, у меня просто, значит, шкура сейчас вот двигается. Я был предателем. Это было страшно. Это было живое существо. Как она кричала, этот его не забуду никогда. Нужно кинул снять об этом просто. Я рыдал. И сел вот этот автобус, я рыдал, и мне трясло просто. Я спрятался в свою голову, чтобы меня никто не видел, что случилось с ребенком вообще. Я должен был просто вот, я ее предал. С тех пор я очень осторожен с этим. Очень легко привязать кого-то к себе. А нужно ли это делать? Ведь не это главное. Главное служение, забота. Потому что это привязанность, это чувство собственности. Не отбирайте чужое, не берите чужое. И не станете чужой добычей никогда. Выполняйте свою тхарму, служение Богу. Изучайте близких людей. Возлюбите ближнего своего. Трудно, согласен. Но это естественно. Это просто жертва эгоизма. Вот он путь к счастью. Трудно пожертвовать эгоизмом. Но мы пытаемся. Чуть-чуть можно. Еще чуть-чуть можно. А потом входим во вкус. Мы становимся героями. Мы даже не можем не замечать мои мысли называть героями. Но по факту мы сможем делать потрясающие вещи. Ведь именно вот это чувство отдачи. Это называется талантом. Или добротой. Или главной причиной способности человека, его ценностей. А к этому же, к отдаче, добавляются любые квалификации. Какие хотите. Вот она причина нашего развития главная. Эти способности дремлют. Они есть. Да, великие. Безграничные способности. Ведь мы же общаемся с безграничным. Но вот это чувство собственности ограничивает нас. Эгоизм, вожделение, жадность, зависть. Мы смотрим на кого-то, хотим кому-то подражать. Быть как там или как у того машины, как у того дома или квартиры. А кто-то хочет добровольно жить в бедности. А есть такие люди. Я встречал. И очень счастливые. От счастья они это хотят. Они по-другому живут. В Индии мы видели разное. Там просто мы видели меньше зависти. Она тоже везде есть. Но чуть-чуть меньше. Уже другая культура. Смотрите. Вот на градус буквально. Уже другая культура. А я еще жил в советские времена. И тут есть тоже мои. Соотечественники, так сказать. Современники. Это была другая культура тоже. На какой-то градус было. Правда же по-другому? А сейчас больше вожделения. И другая культура уже. Так вот мы должны следить за этим. Где же наша здоровая культура? Здоровое вожделение. 36,6 градусов должна быть температура тела. Не ниже, не выше. Так же вожделение нужно правильно отрегулировать. А нужно работать с умом. Поэтому эталон – божественная вибрация. Потому что как мы измерим? Моя доза, моя норма. Твоя смерть, говорит кто-то. Где же, на что опираться? У кого какое вожделение? На заповеди. Для этого даются регуляции благости священных книг, на которые мы ориентируемся. И в ведах то же самое говорится, что вожделение нужно трансформировать в творческую энергию. Творчество – это вид жертвы. Вы создаете красоту не для себя. А чтобы кого-то научить красоте, или поделиться этой красотой, или поделиться знанием, которое вы имеете, или поделиться богатством, которое у вас есть, помочь кому-то. Это, если это называется творческий акт. Вот тут открываются наши способности удивительные, индивидуальные, неповторимые. Сами собой. Как только зависть на градусе уменьшается, мы становимся больше сами собой. И это вот и самое ценное – быть самим собой. Что говорится в ведах? Человек не должен выполнять чужие обязанности даже очень хорошо. А лучше выполнять свои обязанности и даже не очень хорошо. Если даже плохо получается. Это все равно лучше, чем хорошо чужие обязанности. Чужие обязанности выполняют, человек развивает жадность и зависть. А когда следует своей природе, он чист. Даже если несовершенен, он чист. Не подлежит пороку. Нет греха в этом, говорится. Природа безгрешна. Природа – это сила. Природа – это развитие. И она сама взаимодействует, как в химии. Если мы знаем правильные пропорции, температуру и реагенты, она сама все сделает. Нужно просто отрегулировать свою жизнь и отношения друг с другом. Природа сама, на удивление наше, создаст рай на земле. Не мы. Мы часть природы всего лишь на всего. Мы не можем ее управлять полностью. Мы даже не понимаем, как она устроена до конца. Эта природа. Если мы почитаем, как устройство вселенной в Ведах, это невозможно понять человеку. Хотя дается довольно упрощенное представление, чтобы все-таки что-то было понятно. Это трудно. Потому что одновременно много измерений взаимодействуют друг с другом. Одновременно, как в теле человека, столько измерений. Мы не знаем даже об этом ничего. Мы понятия не имеем, как я устроен, кто я вообще и какие у меня возможности. Мы сейчас мало знаем о человеке. Очень поверхностные знания. Есть две категории людей. Конечно же, не все так просто, если в целом разделить. В этом смысле две будут категории. Мы демоничные и божественные. Опасайтесь людей высокомерных. Ну, все в какой-то степени имеют это качество. Но есть люди, которые культивируют высокомерие. Опасайтесь этих людей. Это очень опасные люди. Стремяешься к власти. Опасайтесь людей, потому что написано, что человек, стремяющийся к власти, пойдет на все. Ни перед чем не становится. Это самые опасные проявления демонические. Это власть, деньги, женщины. Если человек культирует высокомерие, это очень опасное явление в мире. И опасайтесь обид. Быть обиженным. Если вы посмотрите внимательно на весь преступный мир, это все обиженные люди. Это очень опасное явление. Я помню, в одно время было модно быть обиженным. Знаете, как. Показать, что есть несправедливость. Я жертва несправедливости и прочее. Это Калиюга. Модно стало говорить о болезнях, что я болею так, а я еще круче болею. Когда я лежал в больнице, помню, когда-то, там вся палата обсуждала, кто круче больной вообще. Это был предмет гордости. Кто какую операцию перенес. Кто тяжелее перенес, тот герой вообще. Наносил, как переносили герои вообще. А Веда, говорится, стыдно говорить о болезнях, потому что это последствия грехов. Непрестижно об этом говорить вообще. Некультурно говорить о своих болезнях. Да, перед врачом мы говорим, перед духовным учителем мы говорим, честно, перед священником мы тоже можем покаяться, честно сказать. Но мы не должны это выставлять на показ, шоу делать из этого. И гордиться своими болезнями, своими проблемами. Когда люди собираются вместе, родственники, знакомых приглашают на праздники, они обычно начинают хвастаться друг перед другом или кого-то критиковать, кого нет. Обсуждать кого-то. Там видели кого-то, там, там, там. О чем нужно говорить вообще? Для чего уши предназначены человека? Для чего глаза предназначены, нос предназначен? Для счастья? Ну, неужели это счастье приносит? Обсуждать кого-то. Есть четыре категории, там. Есть пара, духа, духи. Это высшая категория. Это святость. Пара, духа, духи. Значит, это человек страдает, когда видит страдания других. Сам страдает. Значит, сердце чистое, это признак. А есть пара, сука, духи. Человек счастлив, когда другие страдают. Ему легче становится. Есть пара, духа, суки. Человек страдает, когда счастливы другие. Есть пара, сука, суки, говорится. Человек счастлив, когда другие счастливы. Это лучше, но все же еще лучше, когда он сострадает другим. Вот об этом нужно и говорить. На высокие темы. И мы можем себя проверить, сколько мы удерживаемся на этом уровне разговоров, сколько минут нужно засечь. О позитивном. А оказывается, говорить о позитивном у нас способность не очень развита. Попробуйте сами. Сможем ли в течение дня никого не критиковать, никакие плохие вещи не замечать и не проговаривать. Вот в этом искусство йоги. Потому что есть все одновременно. И плохие, и хорошие вещи. А мы-то выбираем. Мы выбираем. Я привожу тот пример, который меня потряс, когда я был в Караганде в 90-х годах, в конце. Там Карлак был, помните? Известное место было. Именно там, в Караганде, эти были страшные места. Там были расстрелы, все производились. Там были эти подземелья. Я там ходил в этих подземельях. Мне показывали все это жутко. Но были лекции в университете. Мы говорили об уровнях сознания, там со студентами, вот эти позитивные духовные вещи. Конечно, там все было хорошо. Меня приняли как гостя. Подарили вот такую кучу книг в подарок, цветы. За лекции отблагодарили. Я приехал в квартиру, где я остановился. Открыл эти книги. И там книги были о Карлаге все. Мне подарили вот эту историю. Это уже была новая Россия, новый русский был. И они это все уже писали открыто. То, что раньше не писали открыто. И вот эти книги впервые были изданы. Дай-ка загляну. Что же там такое было? Карлаг. Я полночи не мог уснуть. Я читал, читал, читал. Думаю, это было все правда. Я понимал, что это была правда. Как людей убивали каждый день сотнями просто. Это была просто бойня подземная. Их просто как животных там просто стреляли. И там описывались их судьбы, там причины. Собственно, причин-то никаких и не было особых. Но время было такое, можем сказать, жуткое. И что я чувствую? Час за часом я читаю и думаю, у меня ненависть в сердце появляется. Мне нужно, хочется отомстить за это. Мне хочется самому взять пистолет и пойти. И все поставить на свои места. Но поскольку я практикую йогу, разум пробуждается и говорит, что с тобой происходит. Что с тобой происходит. Посмотри, ты меняешь качество. Но я говорю разуму, но я же читаю правду. Что, в чем я ошибаюсь? Я же с правдой соприкасаюсь. Я реагирую на правильные, на исторические события. Но разум отвечает мне. Но есть другая правда, которую ты сейчас забыл. Более высокая. Я понял, а-а-а. Конечно, это правда. Но и другое тоже правда. А что же я выберу? Устаю ли я в своей правде? Не забывайте мне столько, какая-то другая правда еще. Из газеты правда, знаете. Все ли там правда вообще? Это все относительные вещи. Есть правда в гуне невежества, правда в гуне страсти, правда в гуне добротели. Выбирайте путь. Все правда. Но одна правда ведет в ад, тоже правда. А другая правда ведет к Богу. Что же мне выбрать в этой смеси кальюги, где так много страшных событий, не хочется жить с ними, хочется их изменить. Да, говорится, говорит правда. Меняй самого себя. Стань сильнее. Аккумулируй добродетель так, чтобы у тебя не было понятия о друзей и врагах. Чтобы ты равновидел все живые свечиства. Чтобы ты понимал высшие законы природы, высшую правду. Чтобы высшие цели только помнить. Не нужно реагировать на какие-то ниши, раздражители. Быть раздражителем, как утка говорится. По каждому поводу. Кряк-кряк-кряк-кряк-кряк-кряк-кряк-кряк. Раздражение сразу же, знаете, такая раздражительная вся эта ее природа. Не нужно на все это обращать внимание. Когда-то я приехал в один город. Я приезжал в тот город регулярно. Друзья, мы практикуем медитацию вместе. Там жил один человек. Молодой. Я ему всегда помогал. Со мной советовался. Я для него как отец был, так скажем. Такие отношения были. Близкие духовные отношения. Я всегда спрашивал, где он, как он, когда приезжал. И однажды мне сказали, ну, у него какие-то сложности. Он ослаб духовно сейчас. Он как-то прекратил медитировать. Общение меньше стало у него. Но он пришел, когда я приехал. Я увидел, что он, конечно, изменился. Тень на его лице. Он был раньше радостный. А тут тень на его лице. Он не реагировал на медитации никак. Он не реагировал на юмор. Он просто серьезно сидел и ждал чего-то. А ждал, когда закончится лекция. И просто подошел ко мне и сказал, у меня сейчас проблемы. Я говорю, а ты продолжаешь повторять мантру? Ты же начал этот процесс уже несколько лет. Как у тебя с этим? Он услышал это? Его глаза набухли. И слезы выступили. Как я могу повторять мантру? Думать о чем-то возвышенном. Если в Америке такие проблемы. Да. Вот это состояние ума. Каждый человек может дойти до безумия. Абсолютно любой. Ведь мы с волнами материальной природы. Нам нужна поддержка. Мы с ним поговорили. Он понял, что я так же его сердцем принимаю, как и раньше. Так же в него верю. Он восстановился. Просто каждому из нас нужна определенная помощь, взаимодействие. Остальное сделает природа. Природа любви все может. Из негодяя можно сделать святого. Если он искренний. Почему нет? Из наркомана можно сделать чистого человека. Я видел этот процесс. А может быть наоборот. Но если кто-то намерен, говорится, в Буранах. И дальше гнить в этом материальном мире. Намерен. Ему ничто не поможет. Ни лекции, ни священной книги, ни медитации, ни наставления. Ничего. Если он имеет такое намерение. Это вопрос выбора. Все в наших руках. Скажем, ну да, да. Легко вам говорить. Вот, может быть, вам больше повезло или кому-то. Вот у меня такая ситуация. У меня вот такой характер. У меня вот такие способности. Нет. Выбор всегда есть в сердце. Возможно, нет возможности. А в сердце есть выбор. Мы с этого начинаем. Нет, не было никаких у меня условий. Не было никаких условий. У меня были плохие условия. И для жизни, и для духовной жизни. Но в сердце выбор мы сделали тогда. Мы не должны были выжить вообще в то время. Все сидели в тюрьмах с таким умонастроением, как у меня сейчас. И в психических лечебницах. Вот в каких условиях мы жили. А в 90-е годах на нас убийство заказывали. Да. Как-то мы выживали. Мы практиковали в тех условиях. Что, это было сложно, что ли, в то время? Если по телевизору можно было ввести рекламу киллеров. В маске человек выходил, давал телефон и говорил к вашим услугам. Цена такая, заказывайте. Да. Вот это время было, в 90-е годы. Когда почти миллион людей погибло в криминальных войнах. Это было в России. В мирное время, так сказать. И мы практиковали в то время. И даже проводили публичные программы. Это было очень опасно в то время. Однажды сижу, стою у нас в сцене. Зал большой. На Урале это было. В одном городе. Битком напитый. В 90-е годы люди валом валили туда. Но чтобы еще повоевать, знаете. Воинствующие были атеисты. Еще Россия была постсоветская. И бандиты приходили. И все на свете. И вооруженные люди приходили. Все на свете. И вот зал в полутьме. Я на сцене. Я там говорю о душе, о сверхдуше, о карме, о гунах. В общем, говорю все, что знаю. Всю правду, так сказать. Как я понимаю. А там человек сидит на таком расстоянии. В таком мраке, знаете. Такой в черной куртке. Такой кожаной. Такой лысоголовый. Такой квадратный. И так вот из кармана достает. И меня целится. Я думаю, ну умирать, так умирать с музыкой. И значит еще громче. Еще активнее, значит. Он прячет. Вот работает, как видите. Я опять спокойно начинаю говорить. Он снова достает. Я опять начинаю буянить на сцене. Он опять прячет. Это так вот всю лекцию меня вдохновлял. Нет, это было не так. Потом я уже со сцены. Он ко мне. На перерез. Ну я все, попался. Я иду спокойно. Ну что будет? Я же на Бога должен полагаться. Я же должен отвечать за свои слова. Подходит ко мне и говорит. Откуда у вас такая энергия? Я говорю, какая энергия? Говорит, 50 чумаков. Ну чумак, знаете, такой есть. Экстрасенс. Он в чумаках все измерял. А у него это была рамка. Ну это рамка, которую он измеряет. А это были 90-е годы, бандиты. А я видел пистолет, понимаете? Ну вот в таких условиях мы тогда жили. А позже мне сказали, ты уже заказан. И я на каждый подъезд, на каждую машину реагировал, на каждый стук, дверь реагировал, потому что это может случиться где угодно. Вот так мы жили, так мы практиковали в то время. Сейчас какие проблемы? Никто у нас не целится, никто у нас в тюрьму не собирается сажать. Мы сидим в залах, спокойно обсуждаем эти темы, смотрите. И более того, нам всем это нравится. Такие возможности. Изучайте, и то, что вы понимаете, то, что вы осмысливаете глубоко в сердце, рассказываете. Вот и все, что нужно делать. Сейчас даже не нужно говорить, что как это дисциплина, строгие регулирующие принципы. Не с этого начинается. Все это придет само по себе. Природа сработает. Когда откроются высшие центры, вы сами не захотите всего этого. Сейчас просто читайте, сейчас нужно получать знания. Это не какая-то новая религия. Не нужно никаких религий. Знания сейчас нужны. Религии уже все есть. Религии должны спасти мир, когда знания придут туда. Если там невежество, ничего не произойдет хорошего. Будут освещаться однополые браки, атомные бомбы освещаться будут, и машины, и квартиры освещаться будут. Вот и все на этом кончится. Понимаете? Мы не должны потерять то, что есть ценность и все эти наследия святых, которые есть у нас здесь. Это и есть наша главная ценность в обществе. Святость. Иначе все проклято остается. В семье должен появиться святой человек. Иначе род проклятый считается. Кто-то должен хотя бы какие-то шаги в этом. И первый шаг – это знание, знание, знание. Изучать. Не просто читать и молиться. Изучать, пытаться понять, что же такое абсолютная истина. Кто такой я? Что это за мир? Вот этот интерес пробудить в себе. Это наука. Это новая наука. Все остальное – это обрядовые какие-то вещи. Они тоже помогают регулировать нашу жизнь. Обрядовые. Потом накопительство. Следующая вещь идет. И чувственное наслаждение. Вот в трех сферах люди сейчас живут. Обряды, накопительство, чувственное наслаждение. Обряды дают им некое только благочестие, что и выполняют свой долг. Но если не спорваться с знанием, они не идут выше этого. Поэтому мы считаем, что религия ограничена в чем-то. В чем? Мы к науке больше обращаемся в свое время. Потому что там не хватает как бы знаний. Нет. Изучайте, вы увидите там огромные знания. Нужны проводники. Веды – это глубочайшие океаны знаний. Четыре стиха, о которых я говорил. Ну, о сути я расскажу. Описывается начало творения в Буранах. То есть это знание сверхчеловеческое. Знание существовало до творения. Вы понимаете, прежде чем творить, знание уже было, естественно. План уже был на ближайшие миллиарды лет. Потому что Вселенная существует 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Вот на все это время уже план существует. Это в Ведах описывается. То есть до творения уже Веда существует в непроявленном состоянии. И вот в начале творения, когда выдыхаются из тела Маха-Вишну эти вселенные, как семена, расширяются, образовываются. Это сгустки тьмы как бы внутри. Герметически. Мы видим, что она изнутри освещается планетами и солнцем. А за пределами вселенной там безграничное сияние. Там нет тьмы. Нет вообще никакой тьмы. Это тоже сияние, просто скрытое сияние. Тьмы не существует. Это скрытое сияние. Скрытый дух, говорится. Потому что источник всегда духовен, только духовен. Из материи не может произойти материя. Материя – это продукт духа. Как я формирую это тело из чего? Поскольку тут я, живое существо, эта энергия используется для того, чтобы создавать эти элементы, вещества, из которых тело состоит. Продуцирует дух, живое существо. Также Вселенная – это тоже продукт высшего духа безграничного. Таких Вселенных много. И в этой Вселенной возникает жизнь. И первая форма жизни – самая высокая. Это против того, что ученые утверждают, что самая первая форма жизни – самая простейшая. От простейших к сложным. Говорят, высокорганизм. Наоборот. Микроб не может иметь никакого плана и цели. Не может быть эволюции снизу. Эволюция означает, что уже есть замысел свыше, и тогда возможно стремление вверх, интуитивное, заложенное сверху. Это инстинкт развиваться, заложенный сверху. И первое живое существо – аджа, саморожденное, называется. Брама. В санскрите Брама в русских видах – рамха. Сварга лока – его уровень высший. Сварок в русских видах называется. А сияние, исходящее туда, сварочаща на санскрите, и в русских видах – одинаковое слово. Рамха – это первое живое существо в материальной вселенной, которое рождается из цветка лотоса. Лотос олицетворяет всю карму вселенной, непроявленную. Этот рамха или Брамха пытается понять, кто он и откуда он взялся, и что это за лотос. Он смотрит вниз и видит стебель, уходящую куда-то в бездну. У него есть свое естественное сияние, и он идет вниз по стеблю, пытаясь понять источник, откуда же это все. Если я из лотоса, лотос из стебля, где там начало? Он доходит до низшей глубин, но идти дальше не может, дальше измерение заканчивается, и там его ожидает смерть, преграда. Это наша с вами проблема. Мы родились и не можем понять, откуда мы, и что после смерти. Мы все, мы в промежутке находимся, мы заблокированы, наш опыт, между жизнью и смертью. Что там и что там, не проникнуть там туда. Те, кто проник туда, обратно не возвращаются. Брама в этой ситуации оказался. И тогда, поскольку у него было уже предназначение, он был рожден от высшего духа, говорится, непроявленного, он услышал звук тапа. Тапа он соединил, когда эти два слога, его разум отреагировал и понял. Аскеза. Как дети понимают слова? Непостижимо. В них это заложено понятие. Да. Они не слова понимают, простите, они не могут объяснить слова. Они понимают умонастроение, связанное со словом. Они, естественно, начинают разговаривать, потому что понимают умонастроение. А позже это будет труднее, потому что мы уже по-другому будем мыслить, по-другому чувствовать. Но дети языкам учатся уже к 12 годам, могут 5 языков знать, если одновременно с ними разговаривать на разных языках. И знают такие семьи, где говорят на английском, французском, русском, там еще каком-то. И дети говорят на всех языках свободно. Легко. Никаких репетиторов, ничего особенного. Потом уже грамматику изучают, что трудно. А вот спонтанно изучают в этом возрасте именно. И браммат соединил, когда эти два слога, услышал аскезы и стал совершать аскезы. В результате того, когда он чувствуется, остановил и ум, он увидел непроявленное. Вы многое увидите, когда остановите обычную привычную деятельность чувств. Например, есть посты, есть определенные диеты, определенные регуляции дня, медитации. Для чего? Чтобы увидеть непроявленное, то, что мы обычно не видим. Чтобы воспринять, другие измерения научиться воспринимать. И когда брама увидел вишну, лежащего внизу, там, за пределами смерти, он подумал, что источник, стебель идет оттуда. Это живое существо было. Брама родился из цитута колодоса. Вот такой вот сюжет. И когда вишну увидел, что брама обрел зрение, он излучал счастье, как солнце. Вишна, значит, поддерживающий все в этом мире. Всевышний от слова «вишну» или «вышень» в русских ведах. И вот он браме говорит вот эту шлоку. С этого начинается Пурана. С начала творения. Это очень старое. Пуран, значит, старое, изначальное. Почему мужчина и женщина любят друг друга? В Пуранах нужно искать ответ. В изначальных книгах. Что это за замысел? Почему так должно быть? Это Пуран, отвечаю. Причина в начале творения нужно искать. Не сейчас. Это уже следствие следствия. Мы должны изучить причину. Причина то, что в Боге есть эти две энергии, мужская и женская, вместе. Одновременно то и другое. Для определенной цели. И здесь также отражается все. То, что есть здесь, отражается оттуда. И вот он говорит ему, Вишну, «Знай, Брама, одну вещь, потому что ты будешь творить в этой вселенной миры и своего тела, и разума. Ты наделен энергией творения. Даже твои мысли могут материализовываться. Слова будут материализовываться. Умонострение будет материализовываться. Ты полностью владеешь собой, ты способен начать творение. Но знай, Брама, все, что не связано непосредственно со мной, с поддерживающей силой, не будет существовать реально. Вот и все. Это весь ищем от Бхагавата. Все, что у нас есть, нужно связать с Богом. Вот и весь ищем от Бхагавата. Вот и вся Пурана. Все становится реальностью только в связи с высшей реальностью. Если же мы что-то создаем, без поддерживающей силы это не существует. Долго и не существует полезно. Это временно существует. А временно, значит, приносит беспокойство. Ощущение неудач, потерь. Сейчас наполнена наша жизнь неудачами в жизни. Самая проблема, что ощущение личной неудачи. Сюда все остальные исходят в сложности. Из этого чувства неудачи. Тут неудачник, тут неудачник, тут неудачник. И что я? Кто я такой? Я теряю цену своей жизни. Жизнь теряет цену моя. А все было построено так, чтобы человек всегда был удачлив на каждом шагу. Как? А все, что связано с поддерживающей силой, реально, надежно. Поэтому изначально все строится так. И когда Бхагавата творит различные миры, 14 миров, он планирует, он создает живые существа, праджапати, которые будут создавать другие формы жизни и прочее. Там все организовывается. Он создает этот мир какое-то время. Подумали, что он рушится. Много чего сделано и рушится. И снова обращается к Вишну и говорит, похоже, я возгордился. Я забыл про тебя. Я думал, я творец, на самом деле ты творец. Это твой мир, твой план. Я-то твое творение. И разум-то у меня от тебя. Поэтому прошу, войди в мое творение. То есть он пригласил туда высшее существо. И после этого мир уже стал существовать, как мы его видим сейчас. В каждом атоме, в сердце каждого существа присутствует сверхдуша, поддерживающая сила. Доказано, да, недавние ученые об этом говорят, что человеческое тело реагирует быстрее, чем он это осмысливает. Осмысливает какое-то мгновение позже, прежде чем сделает. Вот какая картина интересная. То есть автомат работает. Нам кажется, что это все делаю я. Все делает материальная природа. Что это тело делает? Само переваривает пищу, само чувствует голод. Автоматически ноги идут, просто опираясь на мое желание, некоторый опыт. Перевлечение против ложного пола автоматически происходит тоже. Этому учиться не нужно. Не нужно школу заканчивать, как это все делать. Автомат работает. Прокрытие криямана, не природа работает. Гуна, кармане, сарваша. Все делают гун, и качество материальной природы взаимодействует. Аханка, равим, утха, атма. Да, но глупый человек думает, что он так делает. Монеты. Он мнит себя действующим. А душа даже не действует. Жизненный воздух не действует. Действует природа. Это автомат. Автоматически мы дышим. Автоматически сердце бьется. Разве мы управляем этими процессами? Душа лишь наблюдает. И вот разница, как она наблюдает все это. С любовью или с эгоизмом. Видите? Все же просто. Нужно научиться наблюдать с любовью. Вот и все. И природа действует в другом режиме уже сама. Мы просто режим переключаем. Природа работает по-разному. В гуне неверственно работает так, в гуне страсти работает так, в лагости так. А мы можем переключать режим наблюдения своего. Куда мы сознание направим свое, внимание направим? На добро? На двойственность? Или на зло? Ну так, грубо говоря. Или в знание пойдем. Нам нужно читать, наблюдать. Читать. Просто читать. Знание означает читать. Чит означает знать. Считывать. Все, что требуется. Нужно просто регулярно читать эти книги. Священные книги. Не другие книги. А сосредоточиться на этом. Поток информации сейчас пока. Остальные видят вот это негативное, вот это противоречивое разных мнений. Не нужно туда. Нужно сейчас разобраться с абсолютно истиной и со своей душой. Остальное сделает природа. Если не мешать. Разве это сложно? Это не сложно. Просто это делайте. Если не поливаете, разве сложно? Оно же растет. Там уже все есть. Семя есть. Энергия есть. Только поливайте. Вовремя. Нужно регулярно читать, медитировать, общаться на духовные темы, слушать регулярно. Каждый день нужно получать духовную информацию, дозу, чтобы противостоять низшим гунам природы. Вот и вся практика. Если кто-то более удачлив, более сильный, он может соблюдать какие-то ограничения. Еще быстрее процесс пойдет. Если вы готовы стать вегетарианцем, еще лучше. Если пищу будете освещать, еще лучше. Если прекратите всякие эти вещи, привычки, интоксикации, отбросите, потрясающе. Будем жить, знаете, как среди святых людей. А святые святые всегда понимают. Они не боятся друг друга. Все это другая культура уже. И, конечно, начните с себя, и, может быть, с близкими людьми, с друзьями. С этого начинаете. Чтобы в вашем доме был мир, любовь, гармония, развитие, счастье. Необходимы знания сейчас. Ну, и мы обещали ставить время на вопросы. Пожалуйста. Да? Да. Добрый вечер. Спасибо вам большое за ваши лекции. Вопрос такой. Мы и вчера, и сегодня очень часто упоминали ум и разум. А можете вот пояснить, может быть, это понятие тождественное, или все-таки какими функциями наделен наш человеческий ум, а какими функциями наделен наш человеческий разум? Хороший вопрос. Да, да. Сейчас мы об этом немножко расскажем. В ГИТИ есть стих, где говорится, что над мертвой материей есть живые чувства. Это наши органы чувств. Они выше мертвой материи. Над чувствами выше ум. Он руководит чувствами. Что это означает? Как он руководит чувствами? У него две функции. Санкальпа, викальпа. Вот, смотрите, есть платформа наших органов чувств. Их пять. Слух, обоняние, осязание. Что еще? Вкус и зрение. Совершенно верно. Так, это наши органы восприятия. И вот они подают информацию, которую вот видят, слышат, осязают, обоняют. Здесь ум. Его называют шестое чувство еще. Потому что он также может все это воспринимать и зрительную информацию, и звуковую, любую. Но может еще смешивать их. Такой синтезатор как бы внутри есть. мозгу. Мы видели с вами золото, видели гору. Во сне ум может создать золотую гору. Соедините эти факторы. Сейчас есть такие технологии, которые могут синтезировать, соединять. Это в уме. Но функции у него две главные. Он принимает все, что приятно от чувств. И все, что неприятно, отвергает. Это все, что он делает. Вот он очень сложный. Видите, у него там столько всего, всяких комбинаций. Он комбинатор великий. Но все, что приятно, он только хочет. А вот неприятно, не хочет. И вот тут есть проблема с умом. Что все, что приятно, пресыщает, становится неприятным. Природа чувств такая, пресыщение. Приятная девушка. Люблю. Ум говорит. А когда он влюбляется, он обожествляет, в уме создают образ. Богиня. Точно. Плюс еще духи, плюс одежда, плюс голос, взгляд. Вот эти все как бы факторы создают в уме искусственный такой образ возвышенной любви. Так. А затем, когда пресыщается этим образом, отвергает. Хочет новый. Это действует ум. Поэтому недостаточно. Видите, ума недостаточно, чтобы стабильно как-то жить, цивилизованно жить. Все, что я приму, рано или поздно отвернет ум. Будет неприятно. Любовь, ненависть. Приятная, неприятная. В человеке есть и то, и другое. И мы сталкиваемся с тем, и с другим. Поэтому над умом разум существует. Как раз для этого, чтобы регулировать это. Разум это уровень ответственности, любовь на уровне разума. Разум, простите. Разум. Любовь на уровне разума, она ответственна. Она как закон представляется. Пример. Молодой человек идет по улице летом и видит красивая женщина. Очарован просто. Ну и глаз видит, посылает информацию в ум. Он говорит, очень приятно, принимаю, принимаю, принимаю. Дает ему какие-то советы. Ну подойди, спроси, сколько времени, ну поговори, ну знаешь, ну завяжи разговор какой-нибудь. У него уже в уме это может происходить. Какие-то планы там, какие-то мысли, какие-то уже воображения начинает играть в уме. А разум говорит, ты что с ума сошел, у тебя же рядом жена находится, куда ты пошел? Он, видите, ответственный, собстоятельства замечает, да? И его функция принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Пример с лекарством тоже помогает это понять. Лекарство отвратительное, скажем, да? И ребенок не желает. Но разума родителю, надо. Терпи, прими это, как аскезу. То есть это разум действует. Полезно, значит надо. Потерпи. Мы так же себе говорим, терпи, терпи, терпи. Ради чего-то должен чем-то жертвовать терпеть. Это разум. Любовь на уровне разума это любовь материнская, скажем, такая. И супружеская тоже бывает на уровне разума. Очень сильная, очень глубокая любовь. И над разумом находится уже вот это я, мое сознание. Между этим есть мнение о себе здесь, а здесь уже я, как таковой. Чистое я, душа. Это я коротко показал, эти уровни сознания. Ну, разница понятна, да, между разумом и умом, принципиально ясно. То есть разум отвечает за здоровье и за постижение абсолютной истины. Вот это благоприятно для него. У него также есть функции памяти, сомнений, делать правильные выводы, что еще, и различать, вот эти вещи, различать, что хорошо, что плохо. Вот эти функции разума. Буддхи. Тот, кто овладел разумом, становится просветленным. Буддха, Будда. Считается, что с уровня разума человек может видеть прошлое, настоящее и будущее. С уровня ума только теории, догадки, предположения. Здесь ясность, помню. Разум не ошибается. Ему не нужны какие-то логические цепи. Разум не ошибается, разум интуит. Так, тут у нас есть вопросы. Правильно ли читать Махамантру под пение христианских молитв Деви Мария? Если это вас вдохновляет, я здесь не вижу чего-то неправильного. С точки зрения концентрации нужно просто слушать мантру. Но если пока для вас это трудно, аскетично, просто слушать мантру, если вам нужно какое-то музыкальное настроение еще создать, эмоциональное, если помогает вам, делайте, пока помогает. Если вы заметите, что вы больше начинаете слушать какую-то музыку, чем мантру, то все же переключитесь на вибрацию мантры. Внимание должно быть на мантре, если мантру повторяете. Но я не вижу здесь чего-то плохого, если это вам помогает. Это тоже же молитва, это тоже священный слог. Слышал, что в ведической философии все представляется персонально. Гунны материальной природы имеют личностную форму и следа, то как они выглядят. Надо показать, как они выглядят. Вообще-то, это одна энергия. Мы говорим, три гуны материальной природы, это одна энергия, которая действует по-разному, в разных обстоятельствах. Гуны в переводе качество. И гуны в переводе означает веревка. Образ гуны мы видим. Не думайте, что у нее нет образа. Образы перед нами. Но в ярком виде редко вы увидите гуну страсти, вот в ярком виде. Или гуну невежества в ярком виде. Или гуну благости. Обычно они смешаны, как-то какие-то примеси еще есть. И все же яркие представители есть гуны страсти. Гуна страсти – это красота в человеке. Это экстравагантность в человеке. Это изысканный вкус в человеке. В его одежде, в манерах. Это образованность, организованность. Это сила и решимость. И там есть также недостатки. Есть вожделение и жадность. То есть это гуна смешанная. Видите, это вот так выглядит гуна страсти. Богатство, красота, образование, красивая внешность, связи в этом мире. Это гуна страсти. Как бы она организованная, и там есть плюсы большие. И также есть недостатки, она смешанная. Жадность, зависть, вожделение присутствуют там. Гуна невежества выглядит по-другому. Она пассивна, она безумна, она больна, она депрессивна, она безнадежна, завистлива и скорбящая. Она живет с чувством вины или обвиняет других. Она непривлекательна, она отвратительна. Она с плохим запахом. Она с отвратительным, извращенным знанием. Она эгоистична. Это одни отбросы, так скажем. Это такие подонки, если вы встречаете таких людей. Это редко, можно и чисто видеть у гуну. Редко. Но если так в иллюстрацию привести, это что-то нечистое, отвратительное, но такое вот свинское, животное существование просто. Люди скатываются туда, через наркотики или алкоголь обычно мы видим до такой степени уже совсем. И гуна благости, она аскетична, она проста, она правдива, она умиротворена, излучает мир, успокаивает. Она религиозна, как сказать, она любящая, безусловно любящая, просто по определению, беспричинно любящая гуна благости. И при этом она имеет могущество, власть имеет от этими низшими гуновыми природой. Ей дается эта власть, влияние. В присутствии гуны благости мы забываем о своих плохих намерениях. Это могущество гуны благости. Гуна благости, это белый-желтый цвет, гуна страсти, это красный цвет, гуна невежды, синий-черный цвет. Вот три основных цвета смешиваясь, дают палитру очень большого разнообразия этого мира. В мире художников я занимался цветоведением тоже. Сколько угодно оттенков можно получить при смешении. И вот мы видим эти разнообразия гун, перед нами. Так что мы видим образы тоже. Изначально, да, это персонифицированные личности гуны природы, но эта энергия Бога изначально, она ни плоха, ни хороша. Сама гуна невежества не находится в невежестве. Это энергия Бога. Но если попадаем под ее влияние, то мы попадаем в невежестве. Сама же гуна не может быть в невежестве. Она работает точно по плану. Какую мантру лучше повторять, чтобы научиться любить? Ну, лучше всего Харе Кришна Махамантра, она как раз предназначена для пробуждения любви. Любовь к Богу. Любовь, любовь означает любовь к форме Бога, любовь к качествам, к его функциям, играм. То есть эта мантра раскроет форму, образ. Звук описывается в ведах, это тонкая форма. В эфире можно при помощи звука передавать формы. Как? Телевидение мы же делаем сейчас беспроводные. Вот эти вот. В эфире при помощи колебаний, вибраций формы тоже тонкие, передаются, и можно их материализовать на экране. В начале было слово, и слово было у Бога, слово было Богом, вот со звука все начинается. Поэтому вот эта вибрация трансцендентная Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе При внимательном медитативном повторении вы будете воспринимать форму также. Как на экране она проявится. Вы сможете увидеть. И тогда любовь нуждается в этой красоте. Это стимул любить. Не просто умозрительно любить, по определению, по умолчанию любить, или как сентиментально любить того, кого не знаешь, а нужно именно воспринять объект, знать этот объект, чтобы полюбить его. При помощи этой мантры можно получить такие сокровенные знания. И любовь реально пробуждается. Если вы полюбите Бога, вам очень повезло. И всем, кто вас знает, очень повезло. Любите? Вам повезло. Во время чтения маха-мантры ум обращается с просьбой помощи к Богу. Дать знание, понимание, любовь, терпение. Верно ли такое повторение маха-мантры? Секрет маха-мантры, я сейчас скажу вам, его быстро забывают, конечно. В чем секрет? Имя Бога и сам Бог торждественные. В этом ответ на ваш вопрос. все энергии присутствуют там. Все. Если Бог абсолютный источник всего, в этом звуке присутствуют все энергии. Все, что хотите. Любая вещь. Это вопрос нашей веры и концентрации. Йоги при помощи концентрации ума обретают ситхи, способности сверхъестественные. Там тоже есть свои мантры, свои звуки, но это маха-мантра. Закон такой, до какой степени человек отдает себя, вручает, Богу до такой степени вознаграждается. Сколько он получит, зависит от его решимости. Границ не существует. Это маха-мантра. Как мы говорили, решимость означает, в день, если по-хорошему говорить, если по-хорошему говорить, доза какая нужна, чтобы в течение дня вы имели это сознание живое, неугасающее сознание. Два часа медитации в день нужно. По-хорошему. Но начинайте с 10 минут, с 5 минут, с 15 минут, вы должны ощутить вкус, развитие, тогда это будет интересно и благоприятно. Не совершайте это, как насилие над собой. Нужно пробудиться этим звуком. Тогда естественно вы это будете делать, как? Мы же едим пищу, разве мы откажемся от хорошей пищи, разве мы откажемся от любви вообще? Маха-мантра это как раз вот эти звуки, которые там есть, это любовные взаимоотношения, это код звуковой, вибрация трансцендентная, она духовная. Поэтому думайте, вот это главный момент, что эта вибрация неотлично от Бога. Это все, что требуется в медитации. Все, соедините эти понятия. Если вы разделяете Бога от Его имени, считается, что вы ошибку совершаете. Это препятствие. Это материальная точка зрения, что человек отличается от Его имени. Здесь так. Но с духовной точки зрения это не так. Здравствуйте. Я хочу вопрос задать. Вот религию вашу уважаю, понимаю, хочу по этой дороге идти. Но мне для себя непонятно. Вот я христианин, у меня семья христианин и все. Вот я вот себе в голове думаю, я по этой дороге буду идти, но я не предаю Иисуса Христа. когда я узнал об Иисусе Христе, я сказал, что я Его последователь. Я сказал себе это. Я сначала узнал о Кришне, о Христе я ничего не слышал в советское время. В том месте, где я жил, не было ни одной церкви, я никогда не читал священных писаний, я учился в атеистической школе, как и все. Я сначала читал Бхагавадгиту. Я по своей наивности помню, пошел Бхагавадгиту распространить в церковь в Санкт-Петербурге. Это мы чуть не убили старушки. Но священник купил у меня Бхагавадгиту, не выходя из кельи, просто кого-то послал так тайным образом. Я подумал, что же происходит такое? Видимо, в чем же я не прав? Это же духовное все, а это как раз духовные люди все. Я не различал тогда религии, не видел разницы. Потом я стал понимать, что все разные уровни, есть традиции, есть политика, но много человеческого наносится здесь. Я стал это понимать, быть более осторожным. Но когда я узнал Иисуса ближе, уже стал читать Евангелие, вот эти его жизнеописания, разные другие Евангелия, всем интересовался. Был в Иерусалиме, где гроб Господень, да, что там пережил, это было невероятно, что там пережил. Как я могу считать себя непоследователем Иисуса Христа? Я стараюсь выполнять все заповеди его. Как я являюсь непоследователем в сердце? Но меня Кришна связал с ним. Кого-то наоборот Христос с Кришной связывает. Я одну ученицу Павпады знаю, она пришла ко мне в Ариндаван, мы с ней познакомились, она сказала свою историю, она была в христианской семье, воспитывалась. Она до сих пор вот такая христианка. Она хотела получить посвящение у Павпады, значит нужно повторять Харикришну мантру, соблюдать четыре принципа, обеты дать на всю жизнь. Она пришла перед посвящением и сказала Павпада, я бы хотел получить инициацию, но я не предаю свою религию. Я христианка, у меня в сердце Христос, но я также вас признаю как духовный учитель, я хочу получать это общение, поддержку, дать обеты, чистоты, я тоже этому рада, но у меня сомнения в сердце. И Павпада сказал, ты настоящая христианка, я дам тебе посвящение. Разве не учатся в университетах? Ну, это университет просто и все. Это просто духовное образование. Разве мы отказываемся от всех пророков, которые были? Да нет, мы должны еще больше их уважать. Это и есть духовность, когда мы все вместе оказываемся. Пророки никогда между собой не ссорились, не враждовали, не будут враждовать, ни до нас, ни после нас, ни во время нас. Но люди враждуют и до них, и во времена их, и после них. О чем я думаю, что все религии должны обогатиться этими знаниями, не хватает сейчас знаний? Вы говорите, что начать путь к счастью нужно с очищения мыслей. Но что делать, если восприятие настоящего перешло в позитивное русло, а груз пережитых потрясений, обид, не дает почувствовать счастье, как их отпустить. Вот поэтому нужна мантра, манум, трай, это очищение. Вот поэтому мы говорим, практикуйте мантру. Нужно стереть эти самскары, эти проблемы, память эту плохую. Откуда эта память? Почему мы с ней не можем справиться? Это говорится, что сверхдуша в сердце каждого существа и она источник памяти, знаний и забвения. Если мы что-то натворили, мы же не можем это забыть, хотели бы забыть. А не можем забыть, потому что там сверхдуша напоминает нам. Она говорит, будешь помнить, будешь помнить. А как же сделать, чтобы она сказала забудь, и я забуду. И вспомним другие вещи совсем. Повторяйте имена Бога. Тогда мы вспомним все позитивное, все плохое. Нет такого греха, который не смоется. Один раз принесено чисто именем Бога. Чисто. Один раз. Все грехи могут очиститься. Один раз чисто, но чисто это сложно, нужна практика. Поэтому не ленитесь по утрам, повторяйте, медитируйте, как умеете. Не прерывайте этот процесс. У нас время истекло. Да, к сожалению, время истекло, дорогие друзья. Но не обязательно прощаться. Можно поблагодарить Александра Геннадьевича Хакимова за такую прекрасную встречу. и процесс продолжения этой встречи можно получить в книгах. в книгу. Спасибо за субтитры Алексею